Листочек в клеточку. Если он маленький, то табличка, конечно, будет маленькая. Если у вас листочек большой А4, то табличка будет большая. Если обычный тетрадный листочек, то давайте смотреть, то у вас на обычном тетрадном листочке уместится 7 столбиков и 7 строчек. Вы заполняете табличку сложения чисел. У вас идут кодорезонтали. Итак, смотрим. Ваша табличка. Здесь у нас ромер. Здесь точка. Значит, когда мы сложили, мы получим ромбик и точку. Скажите, пожалуйста, на этом месте что будет стоять? Да. 15, но мы не пишем 15, мы пишем ромбик. И рядом 5 точек. Хорошо. Что будет стоять на этом месте? Как записываем? Ромбик. Так, не было вот здесь, да? Ромбик. Увидели? Увидели? 5 точек. Отчеркнули. И еще 3. 2 от этого числа и 1 от исходной. Увидели? Ну, давайте еще посмотрим. Вот в этой клеточке берем слагаемое первое. Соответственно, 5 точек и 1 от 6. Здесь у нас ромбик и 3 точки. Значит, будет ромбик, 5 и 4 точки. Если у вас 7 на 7 достаточно, у кого 5 на 5 достаточно? У кого 4 на 4 тоже достаточно? Да. Ну, ты сейчас возьми листочек, а отдельно мне на листочке и в своей тетради, а мне на листочке нарисуй. Это у нас 9 на 8. Сколько у тебя близость в тетрадь? Просто очень близко не делай. Старайся, чтобы ячейка была 3 на 3 клеточек. Ну, пожалуйста. Итак, берем слагаемое. Смотрите, здесь число 8. Увидели? 5 и 3 клеточки. Бежим в последнюю. Видим? Ромбик и 4 точки. Это что значит? 4. Это значит 14. Значит, здесь у меня переходит, добавляется 2 точки сюда. И я пишу еще десяток. Но десяток и десяток, это будет флажок. Помните? 20 уже флажок. Поэтому надо смотреть внимательно.